Здравствуйте, уважаемые садовод-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня мы продолжим разговор о выращивании чеснока и об одном очень важном осеннем нюансе, который ни в коем случае нельзя упустить. Мы говорили с вами об отборе чеснока, головок чеснока для последующей посадки. У меня есть достаточно роликов на канале о способах посадки чеснока, способах подготовки грядок для посадки чеснока. И вот совершенно недавно я рассказывал о том, как замочить чеснок перед посадкой. Говорил о том, что есть очень два важных микроэлемента, от которых чеснок весьма зависим и которые надо ему дать, начиная с осени. Это был бор и цинк. Вот на самом деле у чеснока есть таких три главных, ну я бы так сказал, витамина, да, своеобразных витамина. И цинк и бор, бор и цинк, ну в таком порядке, бор на втором месте, а цинк на третьем месте. Но на первом месте есть еще очень-очень-очень важный микроэлемент, от которого очень зависит успешность выращивания чеснока. В ответ на этот микроэлемент чеснок и наращивает размер головки, и увеличивается лёжкость, и устойчивость к различным заболеваниям, как грибной, так и бактериальной природы. И перезимовка идет гораздо лучше, и укоренение идет гораздо лучше, и многое-многое-многое-многое. И этот микроэлемент не что иное, как железо. Мы включаем железо в обязательном порядке в состав пентосульфатной подкормки, которую делаем первой по весне. Рецепт этой пентосульфатной подкормки всем хорошо известен, я им делился. Но очень важно также дать чесноку железо и осенью. Поскольку предпосевная обработка железным купоросом чеснока является нежелательной, в связи с тем, что все-таки лучше это сделать и с помощью цинка с бором, в этом случае железный купорос либо вносится в лунки в виде порошка железного купороса, либо же сплошным способом разбрасывается по участку, где планируется высадка чеснока, либо же проливаются гряды до или после посадки. Дозы железного купороса для обеспечения чеснока в осенний период не так уж и велики. Необходимо взять буквально одну чайную ложку на 10 литров воды. Лимонная кислота не нужна, и этой дозы хватает на 1 квадратный метр. Будь то 1 чайная ложка в разброс на 1 квадратный метр, будь то чайная ложка на ведро воды под полив. Это очень маленькая доза для того, чтобы повредить вашим растениям. Но вне зависимости от того, как вы это делаете, все равно эту дозу надо соблюсти. Железо достаточно быстро связывается почвой и превращается в относительно недоступные формы. Но вот осенью, пока этот процесс еще пройдет, он же не моментально проходит, ему нужно какое-то время. Вот прорастающие корни чеснока успеют схватить эту дозу железа и таким образом обеспечить себя на весь зимний и ранний весенний период. Ну а остаточные дозы железа, которые останутся в почве, которые соединятся с фосфатами, сделают фосфаты из железа недоступными, будут потихонечку мобилизоваться почвенной микрофлорой. Если она у вас там хорошо сбалансированная, ну так как у меня на участке, если вы не уверены, хорошо она сбалансированная или нет, то по весне в пентасульфатную подкормку обязательно добавьте любой препарат с фосфатомобилизующей активностью. Это может быть гелиос, это может быть аидис, который заодно еще защищает от нематоды. Это может быть любой-любой-любой препарат. И таким образом вы защитите и железо, и фосфор от того, чтобы стать недоступными для наших растений. Что ж, замечательное свойство железа улучшать рост развития растений, и чеснок здесь не исключение. Не забудьте об этом элементе питания, обязательно его используйте, вне зависимости от того, высадили вы уже чеснок или еще нет. Если высадили, внесите эту дозу поверхностно, немножко подрыхлите, там замульчируйте. Если у вас там уже сидят сидораты, значит среди сидоратов просто сделайте пролив этим раствором железа уже посаженного чеснока, и у вас будет все в полном порядке. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!